всем приветики в экспрессе девочки смотрю матвейке шапку 10 рублей такая шапочка разные цвета 99 но мы вот на васильке заказываем миски намного дешевле детские вещички манишка это мыло мыться будем таким мылом а кому нибудь еще подарим потому что мама купила несколько штучек так матвейке шапка ай какая шапка под низ оденем еще такую специальную теплую до сходили девочки мы по магазинам пришли осмотрела фикс прайсе шапочки пока показала вам ну что 200 рублевая такая шапка 199 ну что ну и что скажешь посмотреть или в зеркало иди застежка такая застежка до шарфиком но беги давай беги мама сейчас будет кушать готовить купили зашли велес косточек копченых и хочется горохового супчика гороховый супчик немножко если где-то я не нашел я смотрела доля туда принесла этот горох у меня там я не нашла я не нашла здесь пакет я приносила полный пакет смотреть надо искать в столе зашли немножко сладости чаю взяли эклеров фикс прайсе девочки тут кое-что взяли на подарочки марине такие вот носочки взяла со снегирями идем девчонки у нас морозно снегири прилетели на деревьях яблочки смотрю снегирьки сидят я какая красота столько снегирей а у нас возле дома яблоня стоит доме 2 а что-то не видела не видать снегирей это другой марина горох это колотый так что сейчас займусь готовкой в общем так что это надо по убирать какую-то колбаску такую детскую взяли давно не брали колбаску я бы давайте-ка возьмем взяла на салатик мало ли может суп сварить когда-нибудь надо убрать ее холодильник помидорки вот такие вот баночку я бы свои есть но что-то так захотелось такая прям баночка красивая попробуем что за помидорки на убирай кстати в холодильник мы сейчас все на пробовать не будет марина тут салатик захотела салатик себе взяла хлеба взяли так что сейчас займусь приготовлением обеда будем обед готовить на картошки начистить морковки лучка и будем готовить принесла девчонки целую корзину белья из дома 2 разбираю вещи данечки на вещи складывают сразу в шкаф я это делаю сама стараясь поддерживать порядок в его шкафу данечку тоже прошу соблюдать порядок но не всегда у него получается ай да помощница помощница так у нас девочки готовка марина приготовила поджарочку положили немножко косточек у нас будет гороховый супец гороховый супчик тут у нас вот так вот поставлен зайка вместо собачки девчонки сегодня фикс прайс ходили и такой вот сувенирчик специально взяла посадить на саночки символ года елочка 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 готовишь и любуешь любуешься девочки приятненько так что сейчас на готовим горохового супца будем супец хлебать ну вот наигрались давай складывать а машинки в парковку еще составил все до целый контейнер ну маленькие то складе в парковку то конечно размещаю тишь на парковке много места дай сюда нельзя да давай нет контейнер я его уберу давай машинки да ай что ты там нашла а что ты там нашла какая девочка ну тоже ее в ячейку убирать вот она показывает видишь какая машина скажет а это что самолет лишь какой великан пришел великан пришел и сейчас всю парковку разнесет ой блин все порядок пошел порядок наводишь да ты порядок наводишь она наводит порядок видишь матрика собирает собирается тут его пришла да вот так вот играю не нервничай давай папа что ты ее возьмет все мы не дадим мы не дадим разбрасывать нельзя давай 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 складываться самолетик и давай вот сюда вот так супчик супчик гороховы данечка тебе косточку положить копченую не надо хочу просто так вот копченая косточка на сегодня с мариной покупали косточек короче у них я хотел колбаски что положить на что-то парина сказала не надо будет жирно достаточно надо будет добавки возьмешь и матвейки сейчас налью тоже парни приятного аппетита матвейка крошки крошит колбаска в прикуску тихонько тихонько ты давай молодец помощница тут она у нас любительница суда мне сейчас на плиту вынуть до помощница ты тут вот так вот давайте кушайте вкусненько она пытается крутить да у этой у газовой плиты уже как они называются переключатели да вот так и радуется нельзя мы оттуда убираем марина готовила она успевает уже что-нибудь лезть и если я мою посуду она меня хватает сзади и все виснет на мне на мне на марине сегодня весла так что вот так ну ладно парни куда поехала куда поехала девочка папа тебя катает да довольно такая папа тебя на велике катает да ты давай супчик хлебай пока вот так скажи да я катаюсь папа меня катает скажи сейчас матвейка я тебя на молодец да что-то я скажи говорю она знали разговаривать на своем языке поехали 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 погнали 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 матвей короче увидел мотоцикл и такой такой папа я не знаю смотрели мы по интернету видео ну он говорит что это велосипед такой там мотоцикл урал я говорю это мотоцикл сынок ребенок мотоцикл не видел не так как она не видел свердлов стоят или тогда коллекционный ты мотоцикл то стояли всякие разные ранее не сколько но он же видел когда-то нынче летом было да давай гоняйте друзья мои всем доброе утро у нас девочки утро новый день я готов тут завтрак так ты куда встаешь куда ты встаешь дорогая мы судить давай девочка девонька четверг день проверки прививки мы заболели матвейки сегодня была тяжелая ночь и у нас тоже сейчас сейчас как бы вроде получше выглядит на ночью было страшно давали нурофен в общем никуда мы не поехали мы прививку проверять потому что все груди у него хрипела и сейчас вроде как и не соплей и ничего не хрипит не страшно дело страшно дело девочка чихает тоже и покашливает я группа не разболелись совсем ай-яй-яй-яй садись давай садись моя дорогая кашу будем кушать кашу кашу будь дорог будь дорогу отключаюсь пока завтрак прошел успешно девочки матвейка немножко поел каши чуть-чуть поел до каши чуть-чуть покушал поэтому это хотел сказать марина девочка уронила чашку девочка свою кашу а прокинула на пол потому что девочки в туле не сидит ай-яй-яй-яй-яй на пол не отпустишь на пол посадила какой рекс у нас рекс маме чаю хочется попить у меня чай льдом подернулся мама мы чай льдом подернулся на рексика не остыл чай ну сейчас нам кашу убрать часть каши собрала но половик то все грязно у мамы холодный чай вот так вот достала на перекус в рот нельзя не надо в ротик давай садись на коленки маме давай садись мама чаю попьет чеечек мама попьет до позавтракана на маме . . по маленьким дорожкам поставил елочки свечки поджигали матвейки нравится задувать их сколько котят здесь сколько котят 1 4 4 4 котенка смотрят так 4 котенка на крыше сидят ну как же достать непослушных котят конечно много веселый счет интересная книжка поиграй пока девочкам расскажу девочки сегодня а сегодня да мы хотели в общем съездить на такси так как отец у нас на работе думала мы с утра соберемся да с утреца мы собрались бы с тобой и поехали до прививку проверять вот хотели взять справку и про садики девочки все думаю про садик вы там пишите да вот все прошло нет ничего нет у тебя про прививку в общем про садик мне конечно бы хотелось с одной стороны но с другой стороны я уже начинаю понимать что как-то у нас все так складывается и садик у нас все дальше и дальше муж мне вчера сказал какой садик какой садик у меня марина в садик не ходила девочки я марину не отправляла в садик по той причине потому что я на нее смотрела она у меня первая была я так просто вот так вот мариночка моя девочка как время летит быстро вот ребенок родился вот уже год вот второе пошел я думаю так время быстро пролетит я не замечу как говорится пусть со мной дочка будет подольше я так девочки думала в общем и по этой причине я ее в садик не отправляла был у нас такой опыт однажды мы ее отправили в деревню она уже была постарше и наверное лет пять было к моей маме а у них там был деревенский садик в общем она там походила несколько дней подожди не балуйся я же разговариваю видишь разговариваю и тут мы с ней вспоминали я говорю тебе понравилось в садик ходить в тот деревенский там дети разновозрастные были в общем она говорит нет не очень не понравилось так что о конечно кому то лучше в садике кому то лучше дома так что я вот уже склоняюсь к тому что мы будем дома сидеть почему я еще не отправляла марину в садик тоже вот сейчас сегодня ночь у меня какая была девочки в голове все крутилось вертелось потому что марине было 2 и 8 у нас родился виталия родился виталия маленький ребенок ходить три километра до садика таскать с детьми плюс у нас уже в хозяйство такое небольшое было но в общем а плюс старшие дети ну такие взросленькие но все равно как бы ребенка маленького не бросишь чтобы второго ребенка отвезти в садик для чего ее туда отводить непонятно ребенок плакал и таскал болячки также и с матвейкой получается девочка маленькая сейчас начни 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 девочки мы уже не начали водили съездили поликлинику получается все и ночь ночном сегодня была очень веселой не спали мы до трех часов ночи в четвертом ну так вот в общем такой сон у нас был прерывистый только только вроде задремала а муж задремал слышу матвейка постановит а вот уже он спал сегодня здесь на диване мы там девочка в коляске мы ее качали в общем и по-разному потом потом все менялось в общем течение ночи мужу говорю спи ложись тебе на работу бесполезно бесполезному что же участвует да он девочку какую музыку сына какую музыку я про папу говорю когда ты ночью плакал ты чё какая музыка нет надо создавать условия детям чтобы они спали до малюсички мои такие сладкие малюсички вот так как это так не любите кто мне писал девочки кто пишет она своих детей вот как-то любит по-разному абсолютно не не я не знаю как можно любить детей по-разному меня родилась дочь я сразу ее полюбила и я не знаю и я вообще даже не не думала и не планировал не планировала думал как это под появится второй ребенок ему будет меньше внимания вот ну нет появился виталия конечно же пока ребенок маленький вот он спит и ты уделяешь внимание старшему ребенку все равно и сейчас скажет переобулась нет девочки жизнь у нас состоит из моментов она у нас как говорится этапами тоже идет до бывает жизненный такой а потом другой какой-то так что все было все было в нашей жизни и по-разному так что так что вот так девчонки да и все детей вот так вот любишь такие малыши такие малыши катайся давай гоняй давай будь здорова почитаем сейчас почитаем давай капельки закатывай давай давай от суперек надо избавляться да как я напугалась девочки ночью все хрипит груди да матушка глаза опухли нос вот такой вот губы опухли красные я уже думаю красные губы муж какой-нибудь томатит я уже чуть-чуть что только не это я уже дома скорую вызывать потом думаю что вызывать скорую лежала с матвейка девочка спала то один ребенок проснется в общем друг за дружкой просыпались уснули наверно часа в три ночи вот и поспали папка у нас на работу ушел да папе говорю спила жизнь папа нет тоже переживать ну конечно я была во всех грехах сразу как говорится обвинена почему-то дети болеют мать виновата на прививку наверно съездили прошу день посещения больных детей все болеют ходят вирусы может быть может быть может быть мы там это поддели бабочка бабочка девочки тут игрушки поставил так где у нас начало и конец ну-ка книги так вот давай энциклопедия в картинках тебе нравится такая ну давай будем так пчелы кто такие пчелы да и мы будем часть медом пить сейчас часть медом попили да будем лечиться так что пчелы у нас полезные полезные да пчелы трудолюбивые медоносные насекомые как и муравьи они живут в улье большой семьей пчелки пчелы собирают пыльцу и нектар из которых делают мед а с помощью специальных желез они производят воск необходимый насекомым для для строительных ну что кто тут у нас вот это кто у нас ну кто это такие-то вот такие страшные клонит нет конечно не пойдешь называется богомолы богомол один из самых удивительных и интересных видов насекомых тела богомола продолговатая длина около 7 сантиметров имеет зеленый либо желтоватый окрас богомолы отлично маскируются их расцветка всегда совпадает со основной цветовой гаммой местности в которой они отдали друзья мои мы на этом с вами прощаем со всем скажем до свидания до свидания тем до скорых встреч огромное спасибо и пока пока самый тяжелый жук жук голиаф огромный да жук олень вот это жук олень олень рогач самый большой жук европе ну давай с одним жуком разберемся вначале это самый большой жук в европе этого жука прозвали так за огромные челюсти которые напоминают ветвистые рога оленя длина тела такого жука составляет 7 с половиной сантиметров а вот майский жук вот смотри видишь какой мальчик закрывайся будет дорог надо чтоб все вышли сопли чтоб ты не болел у меня ну дай вытру подожди но балуйся майский жук 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 майский жук крупная насекомая большими широкими усами и у него какие усищи огромные эти жуки получили свое название мы уже сейчас только чтобы этого жука обсудили эти жуки получили свое название из-за того что их личинки достигают взрослого состояния как раз в мае вот так а тут смотри кто это у нас это кто кто это это кто да это жук-носорог жук-носорог может поднять вес который восемьсот пятьдесят раз превышает его собственный такое название этот жук получил из-за рога на голове который придает ему сходство с носорогом мама видела такого жука и жука да жук-носорог он такой большой страшный